добрый день дорогие друзья с вами снова андеркун андеркун обнаружил что он конечно краб потому что забыл сделать нормальный сейф в конце прошлого видео у нас сейчас на два месяца назад мы отмотались автосейвом значит у нас выборы на носу канцлера у нас получил получит сейчас бонус наш научный корабль на исследование думаю что мы готовы колонизировать следующую планету у нас достаточно энергии запасной производится ох ты и вот у нас по-другому выполнилась аномалия мы естественно promising crew вместо нового ученого берем то что новый ученый нам не нужен ну и мы продолжаем путешествие котов в космосе значит сейчас у нас идет этап развития который предполагает гонку 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 вообще игра парадоксов очень хорошо отображает тот момент что развитие это всегда гонка итак о они нашего парня lion king переизбрали отлично можно не переживать на тему того что он как раз взял хороший перк и он как бы не будет использоваться все нормально он пошел на второй срок наш котик сколько стоит у нас 300 стоит колоба корабль для колонизации ну вот о говернор кашнака лава лапнулся это хорошо потому что уровень нашего управленца влияет на все производство в центральном секторе 4 процента конечно не сказать что очень много хардовая аномалия 5 левела мы будем ее исследовать это какой пацан а а это этот как раз который promising crew аномалии все части 20 процентов ну и как бы ему все равно потом кучу времени лететь назад может там и поисследовать будучи все равно что первым уровнем так пираты у нас пока не могут быть реформировать правительство это все потом раскроем колонизация почти закончена я провтыкал заселением этой планеты вот отличное место минералы энергии еда пустая клетка наука не получает бонуса от того что находится рядом с центральным строением mineral food energy только получают бонусы поэтому стараемся естественно выбрать центр будущей колонии там где будут четыре соседние клетки и желательно без науки так шипьярт вообще есть варик улучшить старпорт поставить туда торговлю и у нас первая первая фракция образовалась фракция эгалитаристов то наш на основное собственно говоря основная этика и что хорошо у каждой фракции которая объединяет население по их этике вот наша фракция полностью довольна то есть тут можно видеть что они против авторитарной формы правления свободное передвижение свобода репродукции и отсутствие кастовой системы все это вместе дает базовую мораль с 50 поднимает до 65 поверх которые будут накладываться уже остальные бонусы как идеалистик foundation это бонус нашего правительства и вот уже видно что котики эгалитаристы сразу получили баф к морали ну пока что почему-то нет у нас бонуса производству за мораль а наверно месяц должен обновиться после изменения морали ну чё-то как-то ничего не изменилось по моему мораль просто недостаточная для того чтобы активировать бонус видимо нужно больше что странно на самом деле в общем-то оказалось что должно быть от 60 ну ладно посмотрим может еще нужно время какое-то следующую систему исследуем продолжаем продвигаться дальше вглубь космоса будем расширять наши границы сайентист у нас отмулся отлично вот сразу вот им котиков присоединились и теперь мы получаем бонусный инфлянд за то что данная фракция у нас полностью довольна она получает баф который дает нам инфлюенс инфлюенс мы сможем тратить на разные и дикты дикты могут быть планетарного уровня как вот здесь вот да могут быть вот полисис медикц вот и дикты имперского уровня да вот мы можем up the stars кстати принять у нас будет увеличен шанс обнаружения аномалий быстрее сервис спит сейчас это важно потому что у нас активно фаза идет исследование космоса encourage political thought увеличить шанс смены этики что этики есть такая вещь как привлекательность она зависит от многих факторов включая допустим вот здесь вот эголитаризм это наша государственная этика что усиливает его влияние в обществе также наш правитель сам эголитарист вот и демократическое правительство материализм у нас только говернин этих собственно поддерживает это так констракшн комплит теперь вопрос какие станции ставить дальше вообще можно поднять здесь и науку энергия у нас принципе есть минералы неплохо natural wormhole немного багованное конечно отображение потому что мы паузу поставили континентальный мир и wormhole то есть червоточина позволяющая телепортироваться в другое место червоточины связаны между собой попарно то есть это такой туннельчик в какую-то часть галактика anomaly detected прекрасно что у нас по unity следующий перк вот этот я хочу 14 месяцев каждый раз когда мы исследуем технологии мы будем получать дополнительное единство в количестве очков вырабатываем их за три месяца что позволит нам продвигаться быстрее так построился колоний шип он автоматом полетел сюда колонизировать потому что мы через экран планеты его на конкретное место засайнили тут ресурсов не так много не будем начать influence тратится на постройку космической базы в центре отлично техи в центре исследованы полностью системы рядом со звездой тогда наши границы собственно расширяется мы можем там добывать ресурсы колонизировать системы значит минимальное значение базовая 75 это когда мы подконнекчиваем систему которая вот с нашими границами до соединена одним гипер коридором если через один вот как здесь минуя вот этих вот майнинг дронов делать то о in limbo special project спящие сохраненные человеческие личности виде кода аномалия погнали вот то там уже будет мультипликатор из-за того что мы пропускаем как бы систему такой вариант нам не очень есть конечно ресурсы какие-то но не думаю что она сильно того стоит такого напряга нас почти закончилась колонизация нулуса и сразу мы 8 энергии переставим тратить на содержание колонии шипа либо активно строящиеся колонии это хорошо значит энергия у нас продолжит подкапливаться тем более у нас есть вот тархаши у них можно будет от если что на минералы менять так здесь нам сейчас понадобится много еды поэтому этот достроенный котик чуть-чуть поработает на науке и перейдет на еду коробка андат лабу можно улучшить не идеальная планета далеко не идеальная чем-то придется жертвовать ради монумента не знаю сейчас или нет вообще я планирую скорее всего учитывая размеры планет первым брать ассеншен позволяющий расширять планеты вот раскапывать их как бы там будут возможно свободные квадраты куда мы их пилим этот юнити и вот здесь можно уже видно что колонии добавляют 40 процентов так мертвые эллины записанные когда-то до модернер алпатор сфор сейф кипен можно будет потом из них создать раз у роботов но не отпустили лежат инженерин кристика получаем хорошую такую порцию прямо и вот как раз мы возьмем этот перк и сразу у нас две техи бы станут немного юнити юнити нужно будет расширять новые колонии добавили стоимость я провтыкал с этим сайм шипом здесь нужно будет через шифт проложить новый маршрут и мы его отправим вот сюда отлично первая колония пиратов пока нет думаю вложимся в новый старпорт единственное что старпорт поставим наверно на границе то что несмотря на то что он будет торговым все равно будет иметь какую-то боевую силу в войне как раз таки захвату подвергаются старпорты то есть уничтожаешь вражеский старпорт и в процессе войны через какое-то время восстанавливается и контролирует систему и планеты в принципе старпорты можно превращать такие хорошие укрепленные пункты особенно на проходах типа вот этого к то есть вот в этот рукав справа можно попасть только через эту систему вот она открывает проход от сюда то может быть неплохим вариантом для так нам нужно пышка а вот хэппин из 5 процентов от бонус у нас к производству появился мелочь а приятно так можно ли здесь что-то намутить из счастливых котиков вот сюда счастливого котика конечно 5 процентов не сказать что сильно дофига но попробуем это использовать хорошо бы найду но найду ладно пока забьем думаю можно заняться очисткой вот этих всех квадратов сразу она достаточно дешево энергию на запас есть исследовали систему пока ни одного еще соседа не встретили у нас есть тем самым место лица вот почему-то я пропустил эту систему она лежала видимо как-то незаметно а у нас есть еще в этих в в демократиях есть такой прикол что пацан когда идет на выборы у него есть какой-то мандат то есть что он собирается сделать когда он станет нашим мистер президент вот если его выполняем получаем небольшой буст и единство как у нас сейчас получилось и по-моему это влияет на возможность будущих выборов зеро нашли материал вот если мы сейчас стартанем лидеры выборы если у нас сейчас стартану то за лайн кинга готов проголосать 58 процентов ориентировочное население но остальные пацаны не так популярны тем более что у нашего лидера есть фракция которая его собственно поддерживает так рождение космического пиратства болин я забыл что это триггерится собственно просто второй колонии нам нужно будет час адмирала и достраивать флот ему 32 года он нам прослужит но вот этот пацан снизит стоимость содержания кораблей нам придется еще сильно расширить наш флот в идеале конечно до 7 вообще нужно было ошиб дизайне поменять конечно дизайн нашего кораблика на ракетчика но с этим делом и и противник напал на ту систему где у нас больше всего с вкусных шахт что конечно отвратно прилетели они отсюда значит придется здесь так и ставить станцию чтобы пираты оттуда не лезли 4 корвета у них неплохой адмирал медиум смол у них кинетика чистой воды можно было конечно армором под затариться в наших кораблях строится строится наши корветики какое-то время их сдерживать будет база у нее достаточно в принципе сил 162 против 180 по атакующим характеристикам у нее всего одна ракета но зато у нее огромное количество хелсов что позволит ей неплохо держать удар наверное флот придется сейчас прям поднимать когда 5 доделается парень дрифтующий корабль я думаю нам нужно будет его исследовать сколько у нас 1080 времени отлично а что тут а тут констракшн шип нужен так ладно сервей сервей ты чем занят нет давай-ка парень вперед сюда research research пока один констрактор нам хватит corvette build cost corvette build speed неплохо плюс пять процентов минералов армии дэмэш не так важен это дэмэш наземных войск давай пятый отлично так все поехали котики нам уже сняли шилды синяя полоска станции но мы потрепали одному пацану armor вообще как у них состояние корветов ну вот она ракеты игнорируют шилды сразу бьют по армору вот один корвет мы почти уже добили у станции выбили щиты армора дофига и в принципе холлпоинтов тоже нам нужно будет так достроим еще один сюда корвет нам нужно будет трейдинг хаб убить базу пиратов вот здесь вот а то они будут там офигевать от собственной крутости и периодически лезть на нас чтобы они не спаунились мы должны прихлопнуть вот насчет наушника есть тварик по моему с них какой-то тех снять не ничего мы с них не снимем у них то же самое все так ну база отлично отбивает четыре пиратских корвета осталось два я тащу своих пацанов просто для того чтобы наш адмирал немножко получил опыта проведения боевых действий так нам нужна гидропоника растим котов один остался да атаким пайрат флит вот и ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду все размотали ну экспо получили мало но суть в том что нам нужно здесь базу найти вражескую они из нижнего коридора вот отсюда прилетели поэтому понятно откуда они взялись собственно в каждой системе гипер коридоры вот можно видеть вот эти треугольники так что у нас здесь энергии отлично трейдинг хабы вовсе строятся риск пиратство ноль то был просто как сказать специальные такие пацаны изначально задуманные чтобы они появились в любом случае когда вторая колония ждем дотекания наших пацанов то есть вот на этом экране мы формируем состав флотилии у нее есть лимит в количестве naval capacity корветы жрут по единичке эсминцы по 2 крейсеры по 4 батлшипы по 8 и одной кнопкой мы можем восполнять легко флот также позволяет создавать флот допустим с несколькими дизайнами кораблей что очень удобно так вместо одной энергии мы используем 4 еды здесь пацан до исследовал так сайенс шип давай парень вперед изучай так наверно пойдем по нижнему коридору исследовать да discovery мы закроем ну и нам еще ресурсов насыпали за разбор этой станции discovery мы заполним сейчас все возвращаемся так ты парень после того как ты все сделаешь если нам нужна будет старбаза чтобы там в тылу у нас ничего не возникало можем ли мы построить что-нибудь интересное здесь да мы можем построить гидропонику один энергии жрет 3 еды производит в общем прелесть каких поискать следующего кота нам пока с ресурсами отлично technology discovered это нам пока не нужно баф трейдинг хабов на станциях у них есть обычные модули большие билдинги вот модуль у нас трейдинг хаб форд трейдинг компани сюда пихается вместо гидропоники за улучшает трейдинг хабы на плюс 2 пока нам это не решит а вот тайл блокеры да с наукой у нас как-то печально без аномалий надо сейчас науку поднимать в космосе пока мы не особо можем ее поднимать на планетах можно конечно сделать две лабы сразу на базовой планете и тем самым установить науку что на новых колониях мы тут с наукой не особо разгонит здесь вот очень неплохо накида на базовом значит вот эти базовые в пустых клетках единички они сплессовываются с тем что дает здание если здание дает этот тип ресурсов если номера поставить жрачку то как бы минералы базовые из клетки добавляться не будут будет только жрачка вырабатываться есть такое ограничение так поначалу поначалу нам наверно физика нужна будет больше инженеринг мы с космоса где-то там копаем что достроилась а гидропоника отлично теперь у нас 12 процентов баф на скорость роста населения сайенс шип о получить сайенс корабль один на халяву или навсегда скорость перемещения внутри системы увеличить на 10 процентов конечно же второе выбираем почему то что из если мы перелетаем из той и в майер да вот через салурию то мы в любом случае в салурии появимся здесь перелетим вот сюда к этому переходу и туда бахнем то есть перемещение будет в целом по галактике чуточку самую малость но быстрее что очень важно особенно при боевых действиях растет наша фракция 10 населения скоро зародится вторая фракция материалисты так тут котики растут construction complete здесь physics lab да растешь сюда встанешь здесь инженеринг будет работать так мы можем третью забабахать станцию вот пока не знаю стоит ли хочется вот эту планету отобрать 22 размер physics output плюс 20 процентов happiness habitability минус 5 полу научная колония будет но сюда придется вот так прокидываться и она будет в секторе survey complete легкая аномалия и сектор у нас будет вот с нунусом видимо что вот эту планету я тоже хочу океан в какой-то момент кто там ancient mining drones меня пацан короче пока ты в этот значит проход не полезешь что у нас есть research speed 5 3 центов прекрасно вообще прекрасно сервис 525 или energy grid здание производит энергию и бафает производство на планете на 10 процентов пока с энергией нет проблем а вот исследовать галактику нам полезно 136 месяцев да с наукой у нас беда сейчас несмотря на research speed который мы сейчас добавили себе но будем пытаться сейчас с этим что-то поменять луна на которой еще 3 энергии сразу неплохо система стала выглядеть ладно посмотрим еще аномалии отлично отлично давайте у нас сейчас наука будет в основном аномалиями двигаться сантист у нас четвертого левела появился максимальный лову у нас 6 благодаря eye for talent нашего президента ну а парня скоро может быть на пятом уровне я посажу на какую-нибудь ветку общей науки а оттуда сниму пацана 2 уровня потому что здесь и немедленно качается пересажу на сайт шип ммм 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 к вопросу о ресерче что называется ммм ммм какую-то лабораторию старую нашли с кучей оружия гмм это где вообще еще прикалываетесь что ли нифига Поставим мигать на карте Просто, чтобы я не забыл о существовании этого места Так, здесь мы достроились Тут котик растет Сейчас будет 1-1 по наукам распределяться Потому что науки мы начали проседать Так, здесь что? Здесь вместо яблока нам нужен инфлюенс Нам очень нужен инфлюенс Потому что, в принципе, пока что жрачку Мы на гидропониках в космосе можем подстроить Чуть-чуть подогнать А вот с Unity у нас пока все очень печально Сейчас подвезут техой на 3 месяца Сайентисты опнулись Которые занимаются там Всякими Руководством направления целого Минерала в 5% Так, здесь что? Так как мы играем через науку Желательно всегда брать дешевые техи Чтобы бафать себе постоянно Unity Следовать будем все Да, вот они до 3 уровня апнулись Теперь они дают по 6% в своих областях Так, и у нас скапливаются ресы Скапливаются ресы, скапливаются инфлюенс Это плохо Я думаю, рискнуть и построить 2-го констрактора Один пойдет по вот этому рукаву А этот пойдет здесь Да, ресерч Тауцити Вкуснейший акула Так Все, пацан сразу на Unity Давай Нам очень нужен Unity Бустануться Так Этот парень летит туда Потом пойдет в правый Рукав, наверное Такая новая колония Меня не очень интересует Гаверноркашнака Латмуса Надо же Коробка А, ну коробка делала это Ладно, я думаю Колонизуем сразу и эту Этот океанчик Миленький Че ждать там Прекрасное место Эти 4 точки Будут с ресурсами Растим, растим Котов Хотя нет Не будем мы сейчас это делать Где-то там больше минералов Почему? Потому что мы просядем По Unity и по техам Вообще жестко Нам нужно Service speed Увеличиваем Больше шансов Что наш кораблик Сбежит В случае с чем Так И вот У нас активно идет Исследование космоса Конечно еще 4 Можно было Научник сюда пустить Но это уже по-моему Барста Посмотрим Пока соседей нету Коты Единственная По их мнению Разумная форма жизни В галактике Всякие уфологи В кошачьем обществе Приходят В отчаяние Так как в космос котики Уже вышли А Инопланетного разума Мы как-то и не встретили Бафнули науку Сейчас хорошо Сейчас старайтесь Лаба еще Сделать еще Бафнем Mount Graveyard Expedition Это как раз По-моему То что нам нужно То есть Исследование Нам бы Генную клинику Открыть На самом деле Которая Unity Society И рост населения Дает О Тумбальпин Ничего интересного Назовлено Military Use Energy Production Конечно Там был выбор К чему бонус получить Получаем Плюс 5% К производству Energy Кредитов Навсегда Очень сильный Баф будет Особенно Когда будут Большие империи Большие расходы На содержание кораблей Уже можно видеть Вон шип Обкип 8 Шип Обкип 6 То есть Сатья расходов Такая немаленькая При том что мы Даже близко К своему лимиту Флота Не приблизились Общим И даже К лимиту Того чему Может управлять В одной В одной армаде Кораблей В одном Флотилии У нас может быть Так Ну пошло 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 Освоение Активненько Застраиваем Все Ресурсы Разные Там Так Котик Сделался Блин 2-2 Если я Поставлю Пищу Минералы Пропадут Поставлю Минерал Пища Пропадет Меня пока Все устраивает Так Пираты 0 Аномали Погнали Лупит ли Еще один Старпорт Тупо Для развития Даже Не знаю Мы сейчас Исследуем Расчистку Квадратов Подводные Заросли Сюда Наверное Можно Будет Спарков Джиннис Кто Парнишка Парнишка Только что Точнее Киска Киска Наша Стала Гением А значит Ее Раскачка Принесет Нам Радость И счастье Она Доживет До того Чтобы Руководить Каким Нибудь Научным Подразделением Так Ну тут Науку Пытаемся Двигать Как-то Shadow Play Сейчас Пока Что Наши Construction Ship Это Наша Основная Статья Расходов Будет 47 Месяцев На Солуре От Про Фактори Появился Не Люблю Эту Фигню Там Население Еще Будет Пропадать Тут Научный Квадрат Та Был Что Нам Понадобится Больше Энерджи Или Минерал Минералов Тут Дофига Поэтому Энерджи Для Баланса В принципе Тут Все равно Можно Поставить Научность Жаль Нету Здания В игре Которые Дают Энергию И Инженеринг Рисерч Было Было Просто Вообще Супер Так Констракшн Здесь Комплит Поехали Дальше Ползти Старбазами В сторону Светлого Будущего Здесь Коты Продолжают Расползаться Из коробки Наши Космические Котятки Вообще Даже Забавно Какую Первую Форму Жизни Встретят Несчастные Коты В космосе Что Их Ждет Сосед Мы За Всеобщее Равенство Братство Так Сказать И так Далее Но Из-за Свободы Как Легко Оказывается Эту фракцию Держать В самом Начале Довольными Вообще Нефиг Делать А Монолиты Либо Пацифистами Какими-нибудь Стать Либо Инженеринг Рисеешь Получить Сесна Рисе У нас Рисе Чего Вообще Бедово Пока Что Эти 320 Очков Они Стоят Ох Много Так Главер Нианетик Аттракшн Дает О 200 Эксп Хорошо У нас Качаются Медленно Лидеры Из-за Генетических Особенностей Кошек Через 20 лет Она Может Умереть Да Качать И качать Еще На самом Деле Так Сервей Комплит Изи Аномали Бахнут Третий Старпорт Пока Ресы Есть Я думаю Бахнуть Можно Будет Там Опять же Фуда Запилить Для того Чтобы Котики Росли Быстрее Нам Нужен Будет Экспансион Вот С двумя Этими Перками Прежде Чем Мы Начнем Нашу Экспансию В плане Колонии Вообще Доводить Доводить Безумия Что Он Снизит Пенальти В Юнити За Каждую Колонию На 20% Скил М Левел Ченжет Бай Ван Это Ты Что Ли Да Ну 5 5 Левел Докачать До Шестого Или Не Наглеть Мы Уже Продвинулись Так Хорошо Маниакал Ради 2% Сколько лет 55 Что у нас Здесь 63 56 52 Какая Вот эта Сфера Нам Сейчас Нужна Но У нас Тут И так Маниакал Есть Да Нет Наверное Качаем Пока Здесь Ради 4% Заморачиваться Не будем Нам Быстрее Космос Быть Следовать А Потом Когда Кто Помр Помр Из Тех Мы Когда Те Сайм Ну 5 Левел Лидер Есть Максимально Возможно Вообще Шестой Пока Для Нас Потолок Какая Прелесть Аридный Ворлд Так И Ну На Этот Раз Мы Не Забудем Сделать Правильный Сейв Я Думаю Что На Данной Этапе Мы Можем Прерваться С вами Был Андрюку Вставляйте Комментарии Всем Пока Пока Субтитры Субтитры Субтитры